Православная психология на практике в городе Наневе стартовал фестиваль, организованный ипархиальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению ипархиальным обществом православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. Предварило открытие фестиваля божественной литургии в храме преподобного Серафима Вырицкого на территории Большого гостиного двора, а затем и молебен на начало доброго дела. О целях, задачах и планах душеполезного мероприятия в нашем следующем сюжете. Актовый зал Международной академии музыки Елены Образцовой. Сегодня здесь собрались не певцы, не музыканты, не актеры и не танцоры, а практические психологи. Более того, они из епархиального общества православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. Это проходит второй фестиваль «Православная психология на практике». Мы продолжаем ту миссию, которая была в прошлом году, это развитие психологической культуры в пространстве церкви, в духовно-просветительских центрах, особенно при храмах Санкт-Петербурга, общинах, для того, чтобы развивать и формировать вот эту психологическую культуру среди православных христиан. Целью, естественно, фестиваля является первое психологическое просвещение. В этом году у нас тематическое просвещение в области семейной психологии, проблем семьи. Это и детско-родительские отношения, это, конечно же, и супружеские отношения, в том числе добрачные отношения, где тоже у нас есть наработки и практики. Заявленная тема фестиваля в этом году – семья и семейная психология. В течение года будут проходить мастер-классы ведущих специалистов-психологов. На торжественном открытии мероприятия состоялась их презентация. Специалисты рассказывали о себе и о своих направлениях работы. У Марии Василенко тема – созависимые отношения в семье. Бизнес-тренер в жизни, психолог-консультант поняла для себя. Одно дело людей учить эффективной коммуникации, совсем другое – помогать. Для меня православная психология – это, как я уже сказала, служение, помощь людям. И оказывая консультации в кабинете нашего храма, мы не берем никакой платы, потому что это благотворительное дело, это служение. В фестивале принимают участие не только эксперты, но и священнослужители. Обязательно. Такое наличие разнообразных специалистов, как в области психологии, так и в духовной жизни, дает возможность оказывать различные виды психологической помощи. Я думаю, что православная психология имеет свою целевую аудиторию. Это люди, у которых есть психологические проблемы, но люди, живущие в церкви, люди верующие. Я думаю, для них вот как раз православный психолог, исповедующий православное мировоззрение, это оптимальный человек. Потому что сколько раз приходилось на приходах встречать людей, которые обращались в государственные службы, в частные службы, в психологию. Они встречали людей, которым было все равно доверие. Это оскорбляло их внутреннее чувство, и они не смогли от этого психолога получить соответствующую помощь. Фестивальные мероприятия будут проводиться при поддержке и участии Культурно-просветительского центра Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в период с октября уходящего года по июнь 2018 года.